Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ох, вы знаете, вы меня затмили вот этим термином финансовый советник и я ваше имя, отчество пропустил, горе мне Алексей Александрович, меня зовут Татьяна Владимировна, душечка, извините, пожалуйста. Можно вас называть Танюша? Просто Таня. Я просто наверняка постарше вас. Можно Таня вас называть? Алло. Алло. Алексей Александрович. Да, 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 да. Меня хорошо слышно? У меня трубка стая просто. Может быть, вы меня плохо слышите? Я вас хорошо слышу. А так, ну я же и спросил. Но я так понял, вы не хотите, чтобы я вас Танюша называл, да? Ну ладно, извините, извините, конечно, за фамилиарность. Я сотрудник банка. Ну ладно, ладно, ладно. Простите меня, Алексей Александрович. Да, вы меня спросили, что у меня... Алексей Александрович, одну минуту. Да, да, да. Вы можете назвать вашу дату рождения? Дату рождения? Да. Ну нет, я... Меня еще мама научила. Вот так вот с незнакомыми людьми никогда в жизни не разговаривать. Вот так вот. Просто давать им ответы на все вопросы, которые они задают. Вы, если хотите, поговорить по моей ситуации с русским стандартам, с Европа-банком, ОТП, ну вы же финансовый советник. Алексей Александрович. А? А? Я правильно понимаю? Я по адресу попала? Александрович? Алексей Александрович, а как? Ну а кто я могу быть? Сюда проснулся? Он самый... Что вы, дружечка? Вернемся к теме нашего разговора первоначально. Не будем отвлекаться на другие банки, на мое имя, отчество, если оно вам нужно. Ну а как же мы с вами общаться-то должны? Я же не могу вас называть финансовый советник. Вы можете меня абсолютно никак не называть. Вернемся к теме разговора. Ну ладно, вы такую жизненную позицию выбрали. У меня, знаете, у меня есть на кафедре один такой студент. Он тоже, не надо ко мне никак обращаться, его потому что зовут... Ой, не буду говорить, язык сломаешь. У него, ну, прилетел оттуда с гор. Ладно, слушаю, вас извините, пожалуйста. До 2 августа по какой причине не оплачиваете? Ох, знаете, сейчас вот у нас закончилась учебная программа, и у нас очень много студентов, у них эти хвосты там, вот, и они идут вот этим вот у меня ручейком прям идут, их же не бросишь, они такими несчастными глазами на меня смотрят. Я уже, не знаю, уже что ли подработку, мне тут предложили подработку, как вы думаете, может быть... В чем проблема? В чем проблема? Да не успеваю я даже, господи, за этой зарплатой ходить в кафту, что ли? Мне так студенты подкидывают немножечко, особенно девчили. Девчили подкидывают. А так нет, у меня... А сколько там надо-то денежков, чтобы я... Скажите, пожалуйста, чтобы, ну, наверное, надо будет все-таки... Сумма долга у вас сейчас составляет 4691 рубль. Оплатить эту сумму необходимо не позднее 9-го числа, это требование банка. Так, ну, ну, 4 тысячи. Страх составляет 750 рублей, диновременно вам начислен, и 0,5% ежедневно начисляется. Так, понятно, хорошо, спасибо. 4 тысячи. Так, давайте так, смотрите, я сейчас в ближайшую неделю наверняка не смогу, у меня еще вот эти вот хвостами студенты бегают, я уже замучился с ними. Я на следующей неделе, наверное, соберусь с мыслями, и соберусь, скажи, с силами, и у меня подработка есть. Я меня тут брэдобреем... Алексей Александрович, у вас есть хобби, я... Ну, в общем, короче, меня тут в одну парикмахерскую пригласили брэдобреем. И я буду... Мужиков будет, аж мурашки по спине у меня бегут кидать. Алексей Александрович, у вас финансовые проблемы? Нет у меня никаких проблем, я счастливый человек, я занимаюсь любимым делом государства, платит мне 14 тысяч 834 рубля. А ну, меня студенты подкидывают, и студентки, я вам скажу, я такой шалом и шалом. Ой, когда у меня идет день съеда, по следам девушки ко мне приходят, и они начинают мне сдавать зачеты. Вот зачеты... Внимание, одну минуту. Да, да, ой, простите, вы меня останавливаете, я когда работе начинаю, меня несет в дебри. Алексей Александрович, внимание, одну минуту. О, да, спасибо, спасибо. Сумма 4 691 рубль для вас актуальна до 9 августа. Мы ждем от вас оплаты. А что значит актуальна? Подождите, я человек от науки, я вот эти термины не приемлю. Актуально, не актуально, аргументируйте, аргументируйте, я вам говорю. Я с вами буду как со студенткой, аргументируйте. Алексей Александрович, после 9 числа эта сумма увеличится за счет начисления штрафа. Ждем от вас оплаты. Стоп, секунду, я готов оплатить. Это серьезный аргумент, это аргумент, согласен. Деньги, проще так, на вечер нельзя разбрасывать. И даже при том всем, что я тут собираюсь пойти на подработку, у меня все равно все, мама забирает. Алексей Александрович, еще раз вам напоминаю, сумма 4 691 рубль. Скажите, пожалуйста, хорошо, давайте, как оплатить, как оплатить, потому что все время мама ходит, в этот раз я не хочу, чтобы мама даже знала. Я хочу оплатить. Алло, 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 душечка, Танюша, подождите. Алексей Александрович, мы с вами прощались, если у вас возникнут какие-то вопросы, перезвоните. Так они у меня, вот они возникли, почему я должен перезванивать, если вы со мной готовы поговорить, или вы не готовы поговорить. Какие у вас вопросы? Я еще раз спрашиваю, в этот раз я не хочу, чтобы мама платила, я хочу сам заплатить, и тем самым сделать ей подарок. Скажите мне, пожалуйста, каким образом надо оплачивать, только имейте в виду, я ни разу никогда не платил вот в эти ваши терминалы. Терминалы? Слово. У нас есть терминал на работе, но это, знаете, такой для химических опытов терминал. Туда засовывают колбочки. Ой, простите, ой, опять понесли. Ой, ой, да, да, да. Алексей Александрович. Да. Я вам напомню, душечка, останавливайте меня. Как только меня вдевли, вы сразу меня тормозите, говорите, стоп, стоп, стоп. Вот так можно. Да. Да, как терминалы. Мы остановились, вы забыли? Да, мы на терминалах остановились. Как оплачивать? Алексей Александрович, к сожалению, у нас время разговора ограничено, и не могу вам уделить столько времени. Почему? Тем более, вы мне не даете говорить, вы постоянно меня перебиваете. Нет, 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 давайте, 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 давайте. Я помолчу, я вас выслушаю, конечно. Извините, пожалуйста, душечка. Ну, вроде говорят, воспитанный есть человек. Ну, что ж, говорите, говорите. Алексей Александрович, возьмете кредитную карту, зайдете в Евросети, отдадите 4691 рубль 9 числа, и сотрудники Евросети вам помогут с оплатой. Ой, душечка, до свидания. Алло, да подождите, ну не все еще я выяснил. Ну, кредитную карту, Евросеть, ну что я, куда, какая Евросеть? Алло, Танюша, душечка, алло. Да, алло, я хочу оплатить. Подскажите мне, пожалуйста, как оплачивать. Алло, возьмите, пожалуйста, трубку. Я знаю, что вы меня слышите. Я отвлекаюсь от своих дел. Душечка, займитесь делом тогда, раз вы не умеете разговаривать с собеседником. Пойдите куда-нибудь, найдите настоящую работу, раз у вас и это не получается. Душечка. Спасибо.